Итак, друзья, продолжаем осматривать бонусные локации, которые дает награда Мастер Ассасин в трилогии Эдсо Аудиторе. Для этого нужно, вот, как я уже рассказывал в прошлый раз, 9000 клуб очков набрать, очков клуба. Долго я шел к этой награде. Здесь у меня все пройдено, кроме вот этих двух. Сыграть в одну из трех игр коллекции Эдсо. И пройти все три игры из коллекции. Как вы понимаете, у меня все пройдено на максимум, но, тем не менее, вот эти два приза мне не открылись. Я читал на форумах, это, в общем, баг юбисофтовский, нужно писать в поддержку, чтобы ее вручную как-то открыли эти награды. Я написал уже неделю назад, и пока что, в общем-то, что не очень неудивительно, ни ответа, ни привета, но буду ждать. Все равно я добьюсь того, чтобы мне открыли эти два значка. 9000 очков. Сама трилогия дает 6000. И, как в прошлый раз я говорил, еще 3000 я набил по полторы за Хроники. Полторы за Assassin's Creed Хроники Россия, и еще полторы за Китай. На этот раз давайте отправимся в Солнечный Рим, эпохи Возрождения. Тоже начало 16 века. Там в то время клан Борджио удерживал практически всю Италию. И, собственно, две части игры из трех за Этсо Аудиторио мы боремся с этим кланом Борджио. Папа Александр VI, потом Чезаре Борджио, его сын. Там же и Лукрецию встречаем. Здесь точно так же. 100% синхронизация. Вот, я еще... Награда Мастера Ассасина. Я еще не запускал игру после получения награды. Здесь Этсо где-то 40 лет. По-моему, 40 лет ему сейчас. В откровениях-то ему уже 53, там 55, 56. Тут 40. Уже моложе, но и не совсем молод. Тоже все самое лучшее. Но я делал вот такую броню, потому что она красивее намного смотрится. Мне гораздо больше нравится, чем броня Брутуса этого ужасного. И флаг Борджио, тут плащ с флагом Борджио. Да, вот такой я злодей. Зато у меня уровень известности не растет в Риме с этим флагом. С этим плащом. Так, ну посмотрим. Награда Мастера Ассасина дает... Бычий форум какой-то. Разблоки. Вот. А, рынок Трояна. Какой бычий форум? Рынок Трояна, да. Вот, есть достопримечательность. Она у меня куплена. Вот появилось возле него убежище. Тамплиера. Влияния Борджио здесь нету. Я захватил весь Рим. Все купил, все улучшил. Все лавки, все достопримечательности. Все сокровища, флаги. Все-все собрано. Так, и по доспехам. Да, вот. С Зойзенхофера я ношу доспех, потому что на него применяется краска. А вот на доспехе Брутуса нельзя наложить ни одной краски. Там полностью заменяется вид. Вид персонажа. И мне не нравится, как он выглядит. Там какие-то шкуры непонятные, волчьи. Я не очень это все люблю. Мне вот нравится такой вот деловой вид. Эмпозантный, красно-черный. Очень хорошо. К слову, в таких же тонах раскрашена одежда, ну, похожих у Шао Цзюнь, у китайского ассасина. Которая потом приезжает, уже когда Эцио там седьмой десяток идет. Она к нему на виллу в Тоскану приезжает и у него проходит обучение. И уже потом мы играем за эту Шао Цзюнь в Хрониках Китай. Голубиная почта, но у меня все ассасины уже максимального уровня достигли. Нет смысла мне посылать их куда-то. Так, посмотрим, что здесь. Ага. Тамплиерское убежище. Сейчас я хоть вспомню, что у меня за оружие. Меч Альтаира. Ну, конечно, лучший мяч в игре. Кинжал Брута. Шапоголик, найдите сейв тамплиеров. Полная синхронизация. Убейте только вашу цель. Угу. В чем дело, капитан? Чш, тише. Скоро ты станешь богачом. На рынке я купил у одного человека ключ от Торы до ла милиция. И какая мне выгода? На вершине башни сокровищница. Лестница частично обрушилась, а ты поможешь мне подняться? Мы уже не одни. Значит, ты принесешь лестницу моей жене? Да, конечно принесу. Ты добрый друг нашей семьи. Я награжу тебя за помощь. Это большая честь для меня, капитана. Ну что ж, следуя за тамплиерами, не убиваю никого, кроме моей цели. Также никаких сокровищ спрятанных здесь уже нету, потому что это бонусная локация. И она также не влияет на общий прогресс игры, который у меня уже 100%. Поэтому можно спокойно расслабиться. Время здесь не жмет, в отличие от гробницы Влада Цепиша. И расслабиться и наслаждаться новой гробницей. Так, бомбы здесь нельзя. Нельзя бросать. Так, что не пойму, куда прыгать-то. Бомбы нельзя бросать, куда вздумается. Как было в откровениях, я уже привык. Там можно выбирать цель, кидать на нее. В цель кидать. Потом просто зажать кнопку, выбрать, куда кинуть. Потом под ноги себе набегу. Здесь такого нельзя, но... А, вот куда. Все, понял. Здесь бомба только одна. Дымовая шашка, она сразу бросается под ноги и... Принеси лестницу сегодня вечером. А как же моя награда? Ассасин! Поймайте убегающего тамплиера. Вот, если вдруг на меня кто-то нападет, то я... В крайнем случае просто бомбу себе под ноги брошу. Чтобы никого случайно не зарезать. Но это не лучший твой день. Эй, братья, он уходит! Ага, только попробуй. Помогите мне, ребята! Сюда выжал. Если не пройдешь. Ага, запыхался! Ну ладно, подходи. Ага, запыхался! Иди сюда. Я не знаю, мне убить его надо или просто догнать? Он и похож на... Мне кажется, что я его знаю. Быстрее! Ловите скользкого ублюдка! Войдите в торговый зал. Черт! Не подходи ко мне, ассасин! Убейте тамплиера и заберите ключ. Все. Значит, я его убиваю. Здесь Этсо вообще в максимальной силе. То есть 40 лет. Уже не молодой. Супер опытный. Черт возьми. Здесь его просто все боятся. Я еще хочу спрятанным клинком убить по красоте. Так, ну, боюсь, что придется как получится убивать. Готов. По всему рынку Трояна тут набегался. Заберитесь на Торо Делла Милиция. Ну, сейчас начинается классический принц Персии. Да, игра, спасибо. Я знаю, как делать прыжок в бок. Я уже тут мастер. Мастер-ассасин. Можно сказать. Вот в откровениях вообще не боятся этого Этсо. Наоборот, его всерьез никто не воспринимает. Во-первых, потому что он в чужом вообще, в чужой стране, в чужом городе. Здесь, как бы, в Италии он уже прославился. И здесь он сейчас в максимальной своей силе, как я сказал. А там он уже стареющий. Его уже, можно сказать, списывают, что все. Типа старик, ты старик, что ты можешь. Типа старик. Продолжение следует... Что? Я вижу сундук. Так, и как? Как мне его взять? Я хочу взять сундук. Жадность. Вот она, жадность. По сути, этот сундук мне вообще не нужен, но... Он есть, и я хочу его добыть, но я не знаю как. Ага, отлично. Монеты Влада Пронзателя. Да, вот они, монеты Влада Цепиша. В Риме они как коллекционные монеты используются. Их можно продавать и использовать как ингредиенты для некоторых вещей у торговцев. Заберите сокровища тамплиеров. Прекрасно. Продолжение следует... Продолжение следует... сто процентов синхронизации с первой попытки замечательно самая помпезная вообще игра вот рим колизей тут все это тяг виду ки римские форумы такое все величественное и красивое больше всего времени с всей вот этой трилогии я провел именно в братстве крови потому что здесь очень много всяческих заданий дополнительных на втором месте по времени у меня идет по затраченному времени на стопроцентное прохождение идет откровение ну и просто вторая часть она как бы наиболее была короткой ну что ж друзья вот вторая из трех бонусных локаций также вторая игра из вот этой трилогии которая у пройдена абсолютно идеально делать больше вообще ничего просто летать бить стражников но я этим конечно же заниматься не буду я через недельку выйдет ремастер третьей части игры assassin's creed 3 впервые его на next gen ах то есть на консолях нового поколения которые к слову уже тоже не совсем то и выпустят на пока на xbox one и конечно же на playstation 4 с улучшенной графикой я обязательно буду это все играть делаю перерыв и наверное в этой же записи продолжу уже во второй части игры оставайтесь с нами